Тенецкий округ войдет в межрегиональный туристический маршрут. Его тестируют в рамках экспедиции «Русский север русским машинам». Экипаж из 11 человек на трех Соболях преодолел путь от карельского города Сартовала до Варандея. Наринмар в новом туристическом маршруте будет значиться конечной и культурной точкой. Впервые взять в руки лопату и буксировочный трос пришлось только здесь, по пути к Пустозерску. Команда экспедиции преодолела пресловутый зимник, скаталась до Варандея и ни разу не встретила на пути препятствий. А ведь именно за ними приехали в Заполярье автопутешественники. В прошлом году ребята пытались, не смогли. Были закрыты зимники, было очень много снега, не смогли. В этом году, к сожалению, наверное, для нас это оказалось очень легко. Может быть, наши машины были подготовлены, плюс дороги еще хорошие, снега мало. 11 пассажиров и 3 Соболя испытывают возможности российского автопрома в условиях Арктики, а также экспедиционное оборудование и снаряжение. Как показала первая половина пути, арктическая выдержка у Соболей хорошая. К тому же они не затратны в плане топлива, вместительны и комфортабельны. Как вы видите, никакой специальной такой суперподготовки нет. То есть сделан каркас, причем штатные места под штатные болты, то есть даже ничего сверлить не пришлось. Просто сделан каркасик под спальное место. Ну вот здесь двое и спереди двое. Все, что необходимо для путешествия, уместилось в машину. Коробки с продуктами, теплая одежда, запчасти, низельное топливо и аппаратура для съемок. В составе экспедиции профессиональные операторы, которые готовят фильм про автопутешествия. Потому что люди хотят увидеть эту красоту. Потому что вот мы ехали, мы просто останавливались, просто вот и снимали, снимали, снимали. До такой степени эти ваши рассветы, закаты, они просто, они свозят с ума. Это невозможно. Это невозможно не снять, то есть мимо этого проехать. И поэтому у нас у всех все флешки забиты вот этой красотой. Вот у меня уже все, флешки кончаются. Я сейчас поеду, потому что хочется постоянно снимать. Культурную программу гостям организовал Туристический культурный центр. Он же принимающая сторона экспедиции. Гостям показали Краеведческий музей, этнокультурный центр, Пустозерск и достопримечательности города. Мы вообще стараемся привлечь внимание автотуристов к разным местам, в том числе к русскому северу. Потому что эти места в плане автотуризма немножечко забыты и несправедливы. Я очень люблю путешествовать по северу. Это очень красиво, это очень хорошо. Поэтому призываю всех делать это, садиться на машины, на любые. Есть более сложные маршруты, есть более легкие. В Наринмаре автопутешественники проведут несколько дней, а затем отправятся обратно, в Карелию. Общая протяженность маршрута составит более 7 тысяч километров. Продолжительность тура – три недели. Конечная цель экспедиции – проработать автомобильные туристические маршруты для внедорожников и обычных машин. В марте планируется тестовый тур на Нивах.